В каком случае возникает этот случай? Перенос на расстояние. Правильно, будет перенос, правда? А когда они оказываются параллельными? При каких? По 9. Не совсем. Отлично, но не только. Пси пополам должно равняться с 8. Правильно. Молодец. Именно так. Пси пополам и Пси пополам должны создавать здесь вот такие вот углы в сумме 180. Тогда будет параллельно. То есть Пси пополам это 180 минус Пси пополам. Значит, соответственно, Пси плюс Пси равно Пси плюс Пси равно нулю. То есть по-русски это что означает? Это сюда на Пси и обратно на Пси. Вот здесь сюда на Пси, а здесь обратно на Пси. И в этом случае получается, что происходит с плоскостью. Раз и два. И она просто уезжает туда. Ну, чтобы формально это доказать, нам нужно просто провести эти две параллельные прямые и заметить, что случай-то формально ничем не отличается. Снова СЛ на СМ на СМ на СР. СМ опять сдохла. А СЛ и СР параллельны. Поэтому он уехал. Уехал и все. Уехал вниз. Вот этого направления. Но надо понимать, что А и Б различные точки в смысле я не так хотел сказать. Значит, силу того, что мы здесь рисуем, если Фи не равно нулю просто, то эта прямая не совпадает целью. Потому что это относительно А проведена на Фи полам, а относительно Б на Пси. И поэтому поэтому поворот ой, перенос, извините. Перенос в этом случае происходит на нетривиальный внимание, нетривиальный вектор. То есть перенос не будет Айди никогда в этом случае. Если точки А и Б не совпадали, то композиция поворотов никогда не приведет к Айди. Если точки не совпадают, то композиция никогда не один. Ну, кроме, естественно, случая Фи и Пси равны нулю. Но это неинтересно. То есть если есть два поворота относительно двух разных точек, то у них две разные судьбы. Первое. Когда Фи плюс Пси не ноль, то есть когда Фи и Пси не противоположны, то это абсолютно всегда поворот относительно третий хорошо и легко вычисляемой точки на суммарный угол. Если они противоположны, то это переносно нетривиальный вектор в направлении и вот, соответственно, вот это одно и это параллельник. Все, теперь мы возвращаемся к сдаче Наполеона. В крайнем случае нарисуем. Помните фантомас? Не трогайся тут ничего! А потом нажал кнопку, всякие напитки алкогольные, там веселые появились, а потом нажал кнопку, и такой автоматчик на него. Нажал обратно, и такой раз сложил автомат, и вниз ее. Нет, комиссар жукит. Не трогайте тут ничего! Вот ты говоришь, помните фантомас? Кто здесь? Помните фантомас? У вас будет отличный вечер сегодня, вы будете смотреть фантомаса. Первая, вторая, третья серия. Первый фантомас, второй фантомас разбушевался, третий фантомас против Скотт Эдриарда. Это вообще шикарный фильм, совершенно детский, суперфильм. Карандаш, да? Вот. Так вот. Теперь мы рассмотрим композицию трех поворотов. РО1, О1, О2, О3, О1 на 120 градусов, потом РО2 опять на 120 градусов и потом РО3, как вы догадываетесь, опять на 120 градусов. Так? И выясним, что это такое. Для того, чтобы это выяснить, нам надо вначале сделать РО1 на РО2. Итак, помним, да? РО1 на РО2 это я должен взять прямую, которая против направления поворота уходит на половину угла. против направления. Где цвет? На синий еще раз. Вот этот, да? Рыжий. Нет, на второй. Вы пальцы. Вот там синий карандаш лет. Вот этот? Да. Рыжий. Рыжий, да. Значит, так как это 120 фи, то фи попало на 60 и помните, нужно съехать от него. То есть, если мы делаем поворот вот сюда, 120, значит сюда, против часовой стрелки. Значит, по нужно уехать, по часовой стрелки на 60 градусов. Итак, нам нужно из O1 уехать на 60 градусов. Ну, видите, сейчас я специально хочу показать, что я еще совершенно не уверен, что это та же самая прямая. Это мне доказать надо. Это правда, да? Мне надо доказать, что это будет та же самая прямая, которая здесь нарисована. Но, пока-то я этого не знаю, да? Поэтому это пока какая-то рыжая прямая, где угол равен 60. Прекрасно. О! Отлично. Значит, это нужно отразить относительно этой прямой, потом относительно синий, потом относительно синий, а потом относительно какой? То есть, вторая прямая как будет идти? Вот синий сократится? Она вот относительно O2, да? А, опять на 60. 60 только теперь по направлению поворота. По, по. Это вот так. То есть, отсюда вот сюда. Вот так как, да? И вот, значит, очевидно по построению, что вот это вершина равностороннего треугольника с вершинами O1, O2. Третья вершина равностороннего треугольника. Потому что я отложил от стороны треугольника два луча по 60 градусов, они пересеклись, естественно, третий угол по 60 градусов. Вот у меня естественно возник равносторонний треугольник. Согласны, да? Значит, мы можем сделать вывод, что вот это вот дело, вот эти первые два, это поворот относительно некоторой точки M на какой угол? Не, не 60. И, как ни странно, не 120, а минус 120. 120 плюс 120 должен быть угол. Суммарный, помните? Суммарный. Важим, что 240, да? Сумма углов у нас. То есть, на самом деле, вот эти два поворота это поворот относительно M в обратную сторону на 120. То есть, минус 120 или то же самое 240. Все. Мы полностью поняли, как устроен вот этот вот поворот, который будет вот это на это. Но нам-то еще вот этот нот, да? R O3 на 120 градусов. Правда? Внимание! Нам надо найти композицию поворота относительно точки M на 240 градусов, то есть, 120 туда. и поворота относительно вот этой точки на 120 градусов, то есть, на 120 обратно. Чему это может быть равно? 120 плюс 240 равно то есть, 0. Значит, когда мы будем строить композицию, возникнут для подаления прямой. Правда? Согласны? м поэтому если M не равно 3, если M не равно 3, то наше вот это движение, давайте его назовем какой-нибудь огромной буквой, давайте красивая W, это еще один классный фильм, называется «Безумный, безумный, безумный мир». Там была большая W, все фильмы из его детства, которые в Советском Союзе приходили, как бы фильмы, снимавшиеся на Западе, а до нас доходили редко, тогда, когда они не несли идеологического разрушения советского сознания. Но вот Фантомас не нес, и вот этот вот «Безумный мир» тоже не нес. Вот перевели, и он очень хорошо зашел, вот там охотили за большим W. Давайте назовем это большим W. Вот это преобразование W, соответственно, равно вот этой композиции при M не совпадает с O3, это перенос на ненулевой, я прямо так и напишу, на ненулевой вектор. Ненулевой вектор. То есть, а перенос не на нулевой вектор никогда не равен ID. Все, уехало. Более того, при переносе на ненулевой вектор ни одна точка не остается на месте. Не просто это не ID, а вообще не одна, потому что перенос это перенос, но переносит все. В отличие от других, вот эти вот там отражения, например, целую прямую оставляет на месте, она сама не ID, но куча точек ничего не почувствовала. При повороте ровно одна точка ничего не чувствует, это центр поворота, она не чувствует, остальные поворачиваются, она не провалчивается. Но при переносе таких точек нет. Поэтому вот это преобразование ни одна точка не осталось на месте. Согласны? Я институт, это не будет. Что ты сказал? тогда у нас не будет общих точек у треугольника вот этого и у АВС. Сейчас, у АВС, и у какого? Ну, вот, большой розовенький и АВС. и у АВС не будет общих точек. Вот тогда получать не будет общих точек. Нижний. Нижний? Да. Аааа. Аааа. Ну, ааа, нижний, а в каком смысле общих точек? То есть... Я только не буду состыковывать, и у нас не будет общих точек. Ну, ааа, да, но сейчас я буду по-другому приводить к произведению. Значит, вот смотрите, вот у меня один случай, правда? Вот такой. А второй это m равно 3, правда? Тогда все согласно, потому что именно та точка, которую мы построили, она по построению была от вершины правильного треугольника, и раз я доказал, если я докажу, что она равна O3, то все, значит, что O3 есть вершина на стоянии треугольника. Вот. Но при этом, если я равно O3, то какое тогда вот это преобразование? ID. Молодцы. Потому что туда на 120, обратно 120, относительно одной и той же точки. Вот здесь относительно разные дает перенос. Относительно одной дает ID. Поэтому, значит, и Db тут будет ID. Ну, и все точки остались. Итак. Итак. Про W. Верно. Одно из двух. Альтернатива. Только два варианта возможны. Первое. Это ID. Второе. Это перенос. Иными словами, либо W не оставляет на месте ни одной точки, либо W оставляет на месте все на единой точке. Знаете, что я сейчас сделаю? Я возьму конкретную точку и покажу, что она осталась на месте. Видите? Все так. Правда? Если вам предъявлю на блюдце вот такую точку, которая при этом преобразовании W останется на месте, то тогда этот вариант будет исключен. И останется только этот вариант, что M равно O3 и все доказано. Ну и как вы думаете, какая это точка? Кто не догадается? А. Да. Конечно. Это точка А. Потому что что происходит с точкой А? Дайте мне другой цвет. Зеленый цвет. Что такое поворот на 120 относительно O1? Что происходит с А? Да. Помните, что такое O1? Это центр равностороннего треугольника. Какой тогда угол? Ну, 20 очевидно, да? То есть эта точка перебежала в B. А это что? Поворот относительно O2 на 120. Куда бежит B? С. С. А это что? О3? С. Обратно. Все. Прибежала назад. Лягушка-путешествница. Раз. Два. Три. Поэтому точка А. по построению является неподвижной точкой преобразования W. Следовательно, не реализуется случай, что W перенос. Следовательно, M равно 3. Следовательно, треугольнику 1,2 у первоносторонней. Теорема Бонапарта доказана. Спасибо за внимание. Вопросы давайте. Монапарте. 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 Любые вопросы. Это его отчество. Все, что вас интересует. О чем ходите. Передний край науки где? Математической. Волгебаристской топологии. Я туда не умею. Я слаб в этом деле. Ну я чуть-чуть знаю там. Какие-то азы. Но я не понимаю. На современное достижение науки я не могу понять. Алексей, вот сейчас наверное такое может быть. Ну может быть сможешь кратко. Да. Можешь поделиться. Ты же большой олимпиадник. Когда был сам мальчик. Я маленький олимпиадник совсем. Не, но ты участвовал и решал. Я победил Москву один раз только. Я победил Москву в восьмом классе. Было это дело так. Тогда вообще как бы вот сейчас у нас победитель. Сейчас сколько москвичей ездит на все раз? 70-80, да? 80% Да. То есть как бы Питер с Москвой покрывает там две трети всех вообще олимпиадников. У нас не так было. У нас от Москвы ехал ровно один человек. Ну плюс те, которые в следующий год победили. То есть бывало и до трех доходило. Но это если как бы поехал в девятом классе, в следующий год снова поехал. А другой победил Москву, поехал. И они оба победили. Третий победил Москву в одиннадцатом. И трое поехали на все раз. Но только у нас назывался всесоюз. Вот. А значит побежал один. Ну вот в восьмом классе олимпиада была очень простой. Плюс еще мы немножко нехорошо поступили. Мы немножко поделились друг другу задачами. И в результате в нашем классе, вот в 50-й школе, возникло примерно две трети вообще полностью решенных работ. Ну и еще несколько других классов. Москвы, но в то время была ровно одна нормальная школа такая вот полноценная, 57-я. А остальные уже слабее значительно. Поэтому практически всегда были из 57-й тогда. Но вот в этот раз как бы из-за вот этого немножко бардака, который там допускали, короче, это дело. Вот. И дальше был вопрос, кого из, значит, типа 18 правильных работ, да? Кого направить? Я не знаю, стоит ли очередной раз теребить эту сложенную тему, которая давно уже не актуальна для России вообще совсем. Но в то время было такое явление в московском математическом обществе и на Мехмате МГУ как антисемитизм. Вы, наверное, даже слова такого не слышали. Кто слышал слово антисемитизм? Помните руку. А, нет, все-таки знаете. В общем, в то время на Мехмате МГУ как бы боролись с евреями. Мы не пускали евреев поступать, там, всяческие сложные задачи давали. И, ну, там, в мат-классах поголовно было там, ну, типа, две трети-три четверти еврейских фамилий, как минимум, бывало и больше. И из 18 работ, которые были правильные, ровно одна была с русской фамилией, моя. Вот. И они, соответственно, естественно, меня и послали. Вот. То есть как бы большого достижения не было в том, что я попал, и я ее слил. Союз я слил. То есть я первый день я решил, даже очень неплохо, я решил на 20 с лишним баллов из 30, я решил три задачи полностью. И четвертую, трудную, я там, ну, вот, какой-то там ее простой пункт решил, а сложный пункт не решил. А на следующий день там произошла беда. Беда такая. Ночью мы жили вместе с туляками, и мы ночью там вначале подушками кидались, и там хулиганили, короче. А потом они рассказали нам один анекдот, очень интересный такой анекдот, но при школьниках трудно продолжать. В общем, он содержал довольно литиеватые выражения в количестве на трех страницах. И, значит, в Москве такой анекдот не ходил. И мы, честно говоря, мы совершенно офигели, и я его полночи переписывал аккуратно, слово в слово. Вот. И когда я приехал в Москву, это был полный фурор, просто вся Москва после этого его, значит, зачитывала, рассказывала, передавала друг другу в записях. Ну, как вы понимаете, где-то в пять часов утра, когда я попытался заснуть, я заснуть уже толком не смог. И я, значит, пришел на эту олимпиаду, смотрел тупо на эти задачи, упал головой вниз и заснул. После чего у меня был, кстати, ноль за второй день, ну или какие-то совсем крохи. И похвалка вместо нормального второго или первого диплома, который был бы, если бы я решил, ну, примерно столько же во второй день, сколько первый. И потом на меня показывали пальцем и говорили, смотрите, в 57-мой школе, да? Смотрите, идет первый человек в истории 57-мой школы, который не привез диплома с СССР до Олимпиады. Ха-ха, он что, идиот? Ха-ха-ха. И, короче, вот так надо мной смеялись еще там около года, пока другой мой одноклассник не выиграл в следующем году в СССР и через год международную Олимпиаду 42 и 42. Ребята, давайте вместе, чтобы было вопрос. Так что с Олимпиадой вот так, Петр, вот так. У меня другую точно скажу. У меня вот вопрос проекции обмена не интересует. Да. Два отражения. Да. 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 Угу. Да, правильно. Это перенос? Нет, это поворот. Это поворот. Над двойной. Над двойной. Да. 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 А вот с этой что? Она вначале сюда отразилась? А потом она вот туда отразилась. И тоже суммарно получилась двойной. Если какую-нибудь такую возьмешь, она туда, а потом туда далеко далеко. Но все равно они все сложатся и в результате все придется к одной и той же универсальной формуле. Что-то двойной угол поворота. Так. Ну я извиняюсь перед руководством школы, что я тут нехорошие примеры рассказываю, да, поведение. Но как бы все равно из интернета видно, что я полиган. Поэтому если вы смотрите мой канал, вы все равно это знаете. Так. Сейчас я хочу… Это фигура Николая. Еще вопрос. Так. Сейчас я напишу здесь. Хотя, наверное, знают все, да? Ну или многие. Маткульт, привет. Да? Этот канал туда я приглашаю всех. Ну, канал Петра вы знаете, естественно, все подписаны, да? Да. Да. Мы все подписаны на Саватирио. Ну до Петра мне далеко. Петра миллион. У нас 270 там с лишним тысяч. Но все равно. А кто был здесь когда-нибудь? На канале так хоть раз в жизни сходил на мой канал. Ну да. В общем, все, кто не были, заходите. Так же есть только что за один из… Вот была такая Курсера, которая вышла из России после начала военной операции. И, в частности, убила все, что было в русском сегменте. В частности, мой курс «Математика для всех». Я думал, ну что за фигня? Зачем же убивать математику для всех? Она же для всех, да? Ну, убили. И мы ее выкачали оттуда. Гениальные, значит, программисты все это воссоздали на степике. Теперь на степике… Как там он? Степик ру или степик? Я не помню, конечно. Я не помню. Ну, короче, на степике есть курс «Математика для всех», который был до этого в курсе. Я всех туда приглашаю записаться, проходить его. «Математика для всех». Это сокращение. Не махнуйте. Дальше. «Салатик». Это сайт, где куча всего, в частности, всякие соцсети. Но я в основном не веду. То есть я в ВК иногда сам заглядываю. А в целом у меня есть несколько помощников, которые ведут. И там же книги бесславные лежат. И, наконец, что вам важно, это 100 уроков. Они сейчас перезаписываются в супер качестве. Постепенно мы перезаписываем до 100. Хотя все 100 написаны в плохом качестве сейчас. на сайте в интернете видно. Но мы переписываем хорошим, с конспектом. В общем, такая империя. Вот в интернете есть целая империя. Значит, вам будет меня и я вас туда приглашаю. Вопросы? Если фундаментальная математика без прикладных примесей, то честно скажу, что народ чебушевку писерскую выбирает обычно. Я надеюсь, что Андрей Михайлович не увидит. Но у нас тоже прекрасно. То есть на физтихе, на ВПМИ есть направление чистой математики, где можно получить все, что можно там. Мехмат? Мехмат ничего, да, тоже. Но сейчас чебушевка, конечно, троит мехмат в этом плане совершенно. Но да, все мои суждения являются оценочными. Сразу предупреждаю, да. Но так, если брать несколько самых главных, да, то у нас идет, то тогда уж я начну с нашего, да, ФПМИ МФТИ, где есть спецгруппа, которая вообще изучает чистую математику и все. Есть Мехмат, есть Чебушевка в Питере, есть Матфакт в высшей школе экономики, где тоже очень круто учат математики. У нас вот Андрей Рубцов позапрошлый в этом Новосибирске. Да, я по-моему, Матфакт. Да, Россия, это Матфакт. Ну, а, кстати, Новосибирск тоже очень неплохо. Если вам интересен во сколько не Запад, то это однозначно Новосибирск. Ну и, между прочим, вы знаете, вот, вы, как это, может быть, нет пророка в своем Отечестве, но у вас в городе живет и работает академик Матвеев. И если вы пойдете в Чилгу, то вы тоже получите очень неплохое образование. Будете у него нациативе. Будете у него работать. На самом деле в район науке. В области технологии будете находиться. То есть, в принципе, есть даже так. Вот в вашем случае есть даже такая вот. Ну и если кто-то хочет чего-нибудь эдакого, то у нас в Майкопе есть Кавказский Математический Центр, в котором я помогаю руководить. У меня прям основное место работы. Я туда даже езжу. Сейчас я сейчас там бываю. Дела все. И по телефону, естественно, тоже. Всегда по Zoom-у всякие совещания. В общем, там тоже можно учиться. Там несколько человек. Вот у нас такие Кавалин Синих. Их просто по спецпрограмме изучают. Обучают. Там Кавказский Город. Правда у вас Таганай. Я Таганай несколько месяцев ходил. Я здесь в Миасе. Рост на Майкопе живет очень долго. Я очень часто ездил в детстве. Так, самая любимая Майкопа в Математике. Ага. Учились с тобой. О, ага. О, ага. О, да. О, я тебе сделал. Да, да, да. Так. Айрленд Роузен. Айрленд, запитая Роузен. Айрленд, запитая Роузен. Айрленд Роузен. И первые главы, пара, тройка, вообще в принципе может школьник вполне читать. Потом постепенно как бы оно становится все более сложным. Я две страницы где написано. Здравствуйте. Я хочу написать. Нет, первую главу честно. Первую главу можно прочесть и понять. Ну, там, правда, появляется кольца Каусова и начтение его чисел, но они прямо вот настолько, что комплексные числа, конечно, надо знать в начале чтения, но это как бы легко. Еще я очень люблю сборник из 16 книг такого босса. Он же Валерий Иванович Ахойцев, к сожалению, уже ушедший в иные миры от нас, но я его знал лично, он меня приглашал. Это шикарные 16 книг «Математика на бреющем полете». Ну, а мне называются лекции по математике, там, и часть 1, 2, 3, там, от анализа, да-да-да-да-да, там, и вот они все написаны шикарным языком, но все-таки они требуют некоторой математической культуры. То есть это потом в университете. в университете босса очень. А на уровне школы, да, я даже и не знаю, в общем, как-то, пожалуй, это было бы не скромно, но введение в настоящую математику чрезвычайно всем рекомендую свою. белую книгу, так что да, вот, да, наверное, так. Потом Кострикин введение в алгебру, очень хорошая книга. Как еще? Вопросы? Снимение. Дима. Давай, ты пишешь, пишешь в спортиве. Слушайте, а у вас мужская гимназия? У нас мужской лицей. А, вообще? Если ты вижу, ни одной девушки нет. У нас есть всякие сборы, в лесной составе, научные смены, где приезжают ребята из разных... О, отсюда. Ага, и там вот девушки нет. Мальчишки нет. Здесь бал. Здесь бал. А, бал. Что смысл? Да, и туда приходишь, туда... В гимназии делают. А, есть в гимназии. У нас, потому что парни заедные, умные, красивые. Да, 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 да. Так что все нормально. Это к нам на балы. Рвутся, да, там. Столпы, да? Девушек осаждают. Заборы. Я хочу спросить. Ты можешь? У нас очень много ребят. Ребят занимаются алимпиадами. Да. Географией, биологией. У нас мощные успехи. Программирование, физика, биология. А на математике нам не удается. Ну, не хватает мне там, может быть, область. А вот лично, ты можешь каким-то своим вот кратко... Я понимаю, что это такой обширный вопрос, но кратко поднимать. Как мальчишкам какой-то лайфхак? Как поднимать? Как работать? Ну, вы знаете, я скажу так. Вот вы себя хорошо мотивируете на видеоконтакт. Просто, ну, как бы... Обычный школьник трудно мотивируется на видеоконтакт. Но школьники есть там в хороших школах. Обычно все-таки умеют. Вот есть такое место, олимпиадная математика в Школково. В Школково там, где Максим Коваль руководитель, а Дмитрий Белов олимпиадное направление. Ну, вот если после их вебинаров нет олимпиадных успехов, то тогда уже надо вам кого-то, ну, прямо вот, когда-то и через первую школу утащить, там, когда-нибудь... ...заимствовать на некоторое время, потому что... Там он сгирает, он объясняет, то есть этот кружок олимпиады математики в Школково, это то, что я рекомендую, если вы умеете делать онлайн. Учиться онлайн. Ну, а так, все-таки, конечно, я бы на месте руководства... Ну, там кого-то, да. Где-то он взял. Ну, опять же, там был... Когда был Матвеев, наверняка куча... ...могли бы... ...наверное... ...со старших гусеников даже попробовать. Да, может быть. То есть кого-то посмотреть, кто там... Ну, пусть сам Атлеев. Пусть. Пусть. Так что, да. Скорее, еще быстрее. Шанс такой. Ну, тогда фоткаться начнем. Я познакомился. У меня папа, мама с мигматами был. Дедушка, подедушка. У меня одно направление родственников музыканты. Вот. Причем в Питере достаточно известные люди были. А другое направление математики. Вот. То есть все как бы... Так сложилось все в сторону математики. Хотя... Моя... ...бабушка очень... ...хотела, чтобы все в сторону музыки начали. Я на аккордеоне в детстве играл. Вот. И... Она считала, что там был очень большой успех. Но как-то все вышло так, что я пошел на математики. Там... К концу там четвертого года надо было учить очень трудные пьесы. Их надо было учить наизусть. Для этого я как бы так типа раз... А тут надо было много раз повторять одно и то же. И вот это мне прям... Было тяжело. И я с папой поговорил и спросил, есть ли какая-то область деятельности, где никогда ничего не надо в общем повторять. Надо только вот изучать, изучать, изучать. Математика, естественно. Да. И так и пошло. Ну, папа очень много занимался. Прямо вот так. Христый, да? Помню. Сели мы, думаю, на берег, не больше. На берег озера и решали задачу, которая является визитной карточкой моих выездных лекций. Это насколько далеко видно с горы. Он сейчас показал, как мы забрались на холмик, и вдаль мы сейчас смотрели вдоль озера, в котором мы на Байдарке шли, в Карелии. И он говорит, ну вот как далеко видно, да? Давай с тобой прикинем. И дальше он прям нарисовал рисунок, как изгибается земля, как далеко от себя на город. И вот это вот видимость моего счастья. То есть это было, в общем, с детства. Какие-то способности к математике, наверное, передаются по наследству, но иногда они не реализовываются, если как-то плохо сложилось. А иногда и не передаются. В общем, там как бы ситуация непонятная. Иногда прям вот... Я вот не договорил за едой. Один из самых... А! Я начал договорить и провел кипяток, да. Один из самых крутых математиков, и мой одногруппник, он из семьи просто, ну там, тракторит. Ну то есть совершенно из семьи, где ничего, никакого никому, никто не был ни о каких-то наук. А как-то сюжет в Майдарку, там, я слышал, вот, на городах в Сириусе, по горы, походу туда в солнце, да, подняться, да, 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 конечно, да, 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 да. Ну там вот для всех направлений, которые, да. Иногда меня просят прочитать в Сириусе для всех направлений. Не только математике, не только науке, а там вот искусство, спорт, балет, вот это все. Вот, и мы тогда разбираем какие-то простейшие сюжеты. То есть способности к математике можно испытывать в ребенке, если он даже никакого отношения его родителей никогда никакой математики не имеет. Смотреть надо всех, по идее. Наука, наверное, тогда это какая-то удача. Непростая, нужно, чтобы каждого человека увидел учитель, которым вы видите эти способности. Да? Вот не прям математик, можно? Давай! Опа! Вот вы часто ставите там, ездите. У вас такой плотный график вообще. Сколько нужно спать, чтобы бодрый? Как вы посадите? О, это самый тяжелый вопрос. Ой, самый тяжелый. Все время нахожусь в недосыке. Все время, всегда. Мне нужно 8 часов обязательно. Но их никогда нет. То есть вот мне лично, моему организму, чтобы я спокойно высыпался и отдыхал, нужно 8 часов в день. Это никогда не получается. Никогда. Кроме величайших случаев. Вот самый, я больше всего ценю на свете, это поезд, который он долго куда-то едет. Я забрался и все. У меня же еще мелкие дети, и они тоже так вот. Ну, скажем так, это прекрасно, но спать они не способствуют. Вот. И поэтому я когда куда-то вот я уехал, я смотрю, где у меня будет. Я сейчас мечтаю, знаете, вот о 19 числе. 19 я сяду в поезд в Москва-Квапсе. Ну, Москва-Сочи идут во все. И у меня будет прекрасное количество времени, чтобы выскаться. Вот. А это я поеду в Орлёвых, в лагерь районных высыпать. Вот. И я поеду просто на Холике. Ну, сейчас там, дело в том, что, ну, судьи летают, только в Сочи, вы, наверное, в курсе, да, что там? Какие-то беспилотники прилетают. Или бомбит. У вас уже никогда беспилотник не летал? У Москвы уже много раз прилетал. Вот. И там, значит, закрыты аэропорта, все западные Сочи. И, соответственно, как бы либо в Сочи на долгих перекладных, либо просто сел в Москве и приехал. В этот раз я выбираю именно такой вариант. Так что с основным, да. С основным трудным. Но есть правила, которые я не нарушаю. Ночью не летать. Которые я никогда не нарушаю, кроме случаев, когда вообще никакого нет больше рейса. Вот, например, есть Москва-Норильск, он все равно летит. И никуда не летит. Никак иначе не летит. А если бы на полярном фестивале, я пошел не летать. Но я, во-первых, доставил себя доспать утром. Это было по Москве ночью. По местам это было утром. Прям все шторы. Это самое. Часа три. Я спал. Хорошо. На лыжах пошел кататься. Это было в середине апреля. 17 градусов мороза. И такой ветер шуткий был. И ребята, которые со мной вместе пошли на лыжах, сказали, ну, говорит, потеплело и ветер стих, так что можно наконец нормально прогуляться. И самый холодный день зимы, который в той зиме был в Москве, самый-самый холодный. Был примерно таким, как вот этот день в апреле. Ну, они прям все радостно, что вот наконец мы сейчас пытаемся. А у них лыжный сезон. Есть два лыжных сезона. Очень-очень короткий в конце сентября и начале октября, иногда до конца октября. И длинный, полноценный с конца марта по конец мая. Дальше только подкаивает. А в середине нет, потому что там страшнейшие условия. Зимой, да. Просто это вот реальный ад, что происходит в Морийске зимой. Но некоторые люди. 7 регионов осталось бы. Да, в России. 9, если считать с новыми областями. Везде побороть, да? Да. Из новых областей я в Донецк, Луганский я был, а в Персонской запорожке еще не было. А из наших или старых, получается, не хватает Камчатки, Чуркотки, Сархалина и Якутия, Ингушетии, Ненецкого округа и Калмыкия. Остальные 80 регионов остальных. Ну, вот остальные, вот эти старшие, довольно сложная штука. То есть Ингушетию, конечно, все время зовут, но в график никак не влезает. Но это когда-нибудь будет. Значит, Калмыкия тоже зовут, и тоже это когда-то будет. На Лианвар никто никогда в жизни не написал ни одного письма из Венецкой Республики. Никто. Это единственный вообще город в России, наверное, оттуда ни разу не написал письмо с просьбой о книге или с каким-то вопросом от учителя. То есть это для меня такая вот полностью серая зона. То есть я не знаю даже, что там есть. Ни одного, видимо, интересующегося математикой вообще. Значит, надо приехать, сесть на поезд, приехать туда. Поезда туда не ходят. Это вертолет от Архангельска. Ну, на самом деле, Москва на Лианвард самолеты есть прямые иногда. Ну, в общем, это совсем-совсем. А даже из этого, я помню, пришло письмо. Заказал человек книгу «Математики для гуманитариев», когда я еще их сам отвозил на почту и отправлял. Сейчас я их прекратил открыть. Вот, и это был город Анады, станица Чукотки. И когда пришла книга, человек написал «Привет из этих земель, надеюсь, когда-нибудь вы ко мне приедете в гости», и фотографию из окна. Это был конец сентября, там все было в снегу. Там, значит, такой эпический адрес. До сих пор помню. Республика Чукотка, город Анады, портовый район, улица Угольные копии. И дом какой-то. И даже туда, и на фоне этого всего великолепия, он с моей книги «Республика Чукотка» состоит и показывает. То есть, как бы даже с Чукотки. Из Якутии меня ждет учитель истории по кличке Савич из верхней Вилюйского лууса. 600 км от Якутска. Очень ждет. Но очень долго ехать. Я говорю, можно на вертолете? Он говорит, если ты договоришься с МЧС, было бы классно как-то. Тогда сможешь на вертолете. А так 10 часов фигня машина. Подгоним. Вот. Ну, то есть, вот пока еще нет. Долго-долго. Вот эти восточные – долго. Потому что каждый из них – это прям вот полностью свое расписание. Изменять и туда лететь. Поэтому вот оно застряло. Все регионы. Вот как застряло. Дайте вырос, то ты перестанешь лезть. Ты пока выезжаешь. Потому что полный белки-то. Тут есть два момента. Все время я езжу. Все время я езжу. Потому что, да. В общем-то, ну как бы весело. Не поездил. В воскресенье. Но он побыл. А так вообще, когда на пенсии, я планирую закрыть все регионы России. Обязательно. То есть, прям поставить эти задачи одну с другой и побывать там. Даже на Рианмарии куда не зовут. У меня даже была идея, как бывает, в игре Дурак. Есть понятие, это, как, погоны, да. Когда двумя шестерками закрывают последний ход и выигрывают, да. Четырьмя, да. Четырьмя, да. Ну это вообще, да. Совсем круто, да. Совсем круто. Ну вот, так же у меня была идея. Я закрою эту партию, да. Закрою на Рианмаром. То есть, вот, уже все. И Камчатка, и Сахарит. Отовсюду, там всюду зовут. То есть, из всех. Вот тех зовут. Но просто не успевают. А вот из Рианмара никто. Я только приехал. Здравствуйте. Ну просто так. Ну никто меня все равно не знает. Алексей, давайте поблагодарим. Ой, 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 ой.